Доброе утро! Доброе утро, Левицкий Дмитрий, программа Рестораторы. Сегодня вторник, всё как обычно, всё по порядку, всё по расписанию. Наш с вами прямой эфир для нашей бригады. Это последний прямой эфир в этом году, и следующая программа будет уже итоговая. Будем подводить с вами итоги года. Ну а в этом году я... Что-то мне машут наши продюсеры опять, но я никогда не понимаю, что они меня машут из-за стекла, поэтому не буду даже на них смотреть. И в этом году мой последний гость. И я рад, что это так, что сегодня на прямом эфире у нас Вильям Ламберти. Доброе утро! Доброе утро, всем привет! Да, привет! Рад, что ты к нам пришёл. Мы тут... Ну да, дорогие ребята, слушайте, не могу не похвастаться сегодняшним завтраком. Я уже сказал в подводочке, да, что здесь, поскольку один из наших ресторанов, дорогая, я перезвоню прямо рядышком, то наши гости готовят завтрак. Каждый вторник нам выпускающие программы. И сегодня наш постящийся продюсер Алексей Савин всю ночь бегал по магазинам со списком, которые Вильям вчера подготовил. Искал там трюфельное масло, сыр какой-то, всякий разный, да, и всякого... Не всё нашёл, закончил в часу ночи. Очень волновался, как Вильям отреагирует, но всё было очень вкусно, в порядке. Спасибо тебе за завтрак. Пожалуйста, бедный мальчик, который бегает целую ночь вообще. Да-да-да, он тоже... Он, несмотря на то, что постился Вильям, мы с тобой видели... Он всё равно нарушал немножко, да. Немножечко нарушил, да. Не миновато, да. Да. Ну, мне кажется, больше всех он съел в итоге нашего завтрака. Итак, Вильям, мы сейчас пока вот обсуждали с завтраком, как Вильяма правильно представить. Он сказал, что его правильно представить домашний шеф-повар. Вот такой домашний шеф-повар, который, с одной стороны, руководит кухней, по сути, в своём собственном доме в ресторане «Вильямс», да, в именном проекте, который находится на Патриарших прудах, а также как домашний шеф-повар курирует проекты компании «Гинза», да, «Блэкберри» и ресторан «Балкон». Всё так? Всё правильно, всё верно. Всё верно абсолютно. Почему ты называешь себя домашним шеф-поваром? Что это значит? А, потому что... Почему домашний шеф-повар? Потому что изначально, да, я, ну, моя карьера, я работал очень много на все ресторанцы «Звезда», «Мишлено» и так далее. Потом, когда меня пригласили здесь в Россию, потихонечку-потихонечку гости начали просить ваши побольше, что «прости блюда», «прости блюда», «прости блюда». И на самом неделе вот эти пути начали конкретно, когда я работал с Аркадий Новиков в ресторан-галерея. Он реально для меня был безумный проект, я имею в виду их очень хорошие опыта, очень хорошая ситуация, потому что я совсем не понял, что он котел вообще. Для меня это было кошмар, потому что он котел очень простые блюда, и для меня это было очень сложное дело, потому что привыклище такой французский, итальянский кухня, ваша, очень красивая, очень такая специфическая, да. И сделать такие блюда, я всегда говорил, Аркадий, тебе нужна моя бабушка здесь, я тебе не нужна вообще, потому что я не умею сделать такие простые блюда. Он мне рассказывал, послушай меня, сделай, что я тебе говорю, и увидишь, все будет хорошо. Это было начало вообще просто такой пути, и потом я понял, который, он был абсолютной правдой. Он был абсолютной правдой, и так любил вашей, прямо такой, скажем так, домашней кухни, такая простая версия вашей кухни, которая сейчас, это мой стиль, и я горжу, который у меня есть такой стиль вообще. То есть именно простота в еде? Простота в еде, да, абсолютно простота. Слушай-ка, ну, расскажи мне, пожалуйста, вот давай поговорим, ну, вообще о самых истоках. Ты вообще поваром мечтал с детства быть? Как тебя вообще занесло в эту профессию, в это дело? Абсолютно, да. Все началось, когда у меня было вообще 10 или 11 лет, эту период, да. Ну, наверное, как много шиповок, когда увидели бабушка и мама, которые готовили. Ну, ты жил в Италии, да, мы сейчас скажем. Из Италии, да, конечно. Ты из Италии, все это прохожу в Италии. Да, ну, чтобы, а то не все же знают, это понятно, что многие знают, рестораны, все понятно. Но все-таки жил и родился ты в Италии, и когда тебе было 9 лет, ты, видимо, и не думал, что сейчас 18-градусный мороз. Будешь сидеть на радиостанции в Москве. Абсолютно, да. Так, то есть ты рос себе нормальным итальянским мальчиком и в 9 лет решил стать поваром. Не 9, но 10, да. Да, абсолютно верно. Уже я помню, когда у меня было около 13, да, в школе, и каждому начали сказать, что ты хочешь быть, когда ты будешь взрослый человек. А я писал, шеповар. Да? Прямо, да, когда у меня было 13. И в 14 лет уже у меня начали первый опыт в ресторан-бизнес, скажем так. Мой отец вообще меня отправил на какой-то китайский ресторан-гору, где мы жили. Вот. А что за город? Он думал, который я вообще... В каком городе ты жил? Анкона. Это где, в каком районе? Это около Рима. Ну, не совсем около, это 90 километров Рима, но больше всего все знают Рима, это Анкона. Вот. Вот, и мой отец меня отправил на этот китайский ресторан, он думал, который вообще я отказался вообще, это профессия. На самом деле нет, мне очень понравится, и еще более жестко я хотел быть повар. И все начали вот так. То есть в семье у тебя поваров не было, рестораторов не было? Вообще, абсолютно. Мне было вообще много военных, не повар. А как так? Почему у тебя вдруг? Не знаю, так получилось вообще. Понятно. Я нарушал ваши традиции, семья, скажем так. Ага. А, я тебя понял. А большая семья была у тебя? Братья и сестры? Нет, мама, папа и мой брат. Ага. Вот, поэтому четыре человека. Понятно. Хорошо. Так, то есть ты там, если я там читал твои биографии, то есть ты там учился в Италии, да, на повара получал образование? Да, образование все мои итальянские. И потом, скажем так, когда у меня было 20 лет, я улетел в Францию, и там начали мои другие пути кулинарные. Ага. А, то есть ты как бы подчеркнул от французов тоже, да, потому что ты вот, ты вот говоришь, простая кухня, но у меня о Италии ассоциируются самые вкусные итальянские блюда, они всегда достаточно простые. Там просто очень хорошие продукты, там, ну, там рыба, будет кусок рыбы, но он будет очень хороший, или там какая-нибудь, да, что там, да, возьми, там помидор с сыром, да, там, вот тебе там, и все. О, моцарелла там какая-нибудь, да, с помидорами. Так и есть, но так и есть, но когда хочешь научиться более-более, скажем так, на специфические технологии, айда, требуются тоже немножко ваши другие опыты на другие страны. И как у меня со мной были много коллеги, которые работали в Францию, я решил там идти и посмотреть, что там происходит. Поэтому первые возможности, которые у меня были, я сразу улетел. Я помню до сих пор, вообще, когда мы были, аэропорт был, папа, мама, брат, потому что первый человек, который идет за границу, даже они не было ни разу за границу, вообще, да. Я говорю, мам, я один годик, один год, попробую там, и потом я в Рашай. Больше 20 лет прошли, и я еще до сих пор не вернулся домой. Они все ждут там втроем, так и стоят, мама, папа и брат, все стоят и ждут. Да, 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 они морозили зимой сейчас, вообще ждет. Слушай-ка, ну хорошо, я могу понять там, да, в Италии, я могу понять во Франции, чего тебя к нам-то занесло? Ну это ужасно, минус 18, я человек, родившийся здесь, я и то мерзну. Как ты себя вообще чувствуешь, итальянский человек, вот на улице в такую погоду? Ну изначало, конечно, мне было шок, потому что первый раз, ни разу не попробую такую холлу в мою жизнь, вот. А сейчас привыкли, нормально. Слушай-ка, ну ты вообще что-нибудь знал про Россию, когда сюда ехал? Вообще ничего нет. Вы в школе там на географии проходили вообще, что не с такой стороны? Ну это да, конечно, но на самом деле у меня было два предложения, я работал в Англии в этот период, да, у меня был такой шеф Гуальтиро Маркези, достаточно очень известный шеф-повар, и у меня было рабочее место, пригласили Нью-Йорк и Москва. Я в этот период думал, ладно, Нью-Йорк, наверное, скорее всего, в любой момент могу идти, а Россию вообще, единственные шансы, которые у меня есть, посмотреть, что там происходит. И решил идти в Россию. То есть с конкуренцией Москва и Нью-Йорк, Москва победила. Да, наконец, да. Слушай, так ты приезжал к Новику прям, да? Я вот сейчас не знаю, какая история ты была, кто тебя нашел-то вообще? Как тебя нашли? Гуальтиро Маркези взял один консалтинг в ресторан «Эль Дорадо», который был на «Якиманка» давно-давно-давно, вот. И я был там, скажем так, как су-шеф, там был другой шеф-повар. То есть тоже, наверное, думал, поеду на годок, да? Ну, типа такой, да. Типа такой. Посмотрю. И как тебя в итоге засосало-то здесь? И все, у меня сделали предложение, я говорю, я согласовался. Вот, взял самолот, билет на «Но пути», и даже вообще, когда я был аэропортом, я помню до сих пор, он мне говорит, вы курс, который у вас есть, билет на «Но пути», и говорю, да, я в курс. В одну сторону. А вы, говорю, идете прямо так, говорю, ну да, вообще да. И все, я улетел. И прилетел здесь. Понятно, который был вообще немножко странный для меня, да? Знаете, в 97-м году, наверное, это не как здесь. Черемитев отказался вообще далеко, не знаю, не 40 километров, а 400 километров вообще. Машина такая, Жигули, пришла ко мне вообще взять. Вот, их не работа, каждые 5-10 минут человек остановили, бросал водку вообще на стекло, да? Это было минус 20, что-нибудь типа такое. Я говорю, мама моя, куда я пришел вообще? Я думал вообще, все, я вернусь домой, даже не пойду до кончательного пути. Испугался сам изначало, да. Слушай-ка, ну и чего ты увидел, когда приехал? Вот с точки зрения уже ресторана, там, кухни, не знаю, там, любви, поставщики, там, вот вся эта история, как вообще? Было очень сложно, было очень сложно на самом деле, было очень сложно, да. Потому что уровень поварами было, не уровень, как сейчас есть на данный момент. Много продуктов, было совсем новые продукты здесь на этот период, да. Были много ше-поварами, там, представьте, мы были там 7 иностранцев ше-поварами. Такой бардак между нами было вообще невероятно, вот. Ну, на самом деле, все подошло такое спокойно, нормально, веселая атмосфера, невеселая атмосфера, каждый по-своему, вот. И мы пытались сделать нормальную работу, вот. Ага, я тебя понял. Ну, если я правильно понимаю, что в конечном итоге ты попал в империю к Аркадию Новикову, да? Не, это было потом, потом. Хорошо, давай сейчас прервемся на небольшую паузу, а потом... Левицкий Дмитрий, да, в эфире Финал ФМ, программа Рестораторы. Вильям Ламберти сегодня у нас в гостях. Домашний шеф-повар, да, совладелец проекта Вильямс. Курирует в Гинзе такие проекты, как Блэкбери и Балкон. Привет еще раз. Еще раз привет, да. Итак, ты попал в Россию, тебя везли на Жигулях, которые не работали, значит, дворники. Да, да, да. И водкой поливал водитель. Ну, правда, это был шок. Я верю, не поверишь, сам в свое время поливал стекло Жигулей. Потому что иногда, когда я расскажу людям, я не верю, особенно в Европу, да? Как можно водку? Все думают, водку можно толкопить. Я говорю, нет, ребята, можно даже... Функциональный продукт, конечно, конечно. Слушай-ка, ну, там, да, в разных местах ты работал после этого. Вот мне просто по-человечески интересно, а когда ты понял, что тебя все засосало? Что ты уже не уедешь отсюда никуда? Что ты уже здесь останешься? Скажем так, у нас был такой перерыв, да, после первого опыта. Я улетел обратно в Англию, там годиком жил. Я взял с собой и моя жена, потому что на это время тоже я женился. А ты женился здесь тогда еще, да? Да, но я женился в Англии, не здесь. А, понятно, так. Как моя жена русская, но это была моя первая жена сейчас. Моя вторая жена, вот. И я понял, который я соскучил прямо по России. По России, по Москве. Реально соскучил вообще. Такая жесткая атмосфера, у меня вики понравился вообще, да. И особенно люди были совсем, ну, соскучили. Просто понял, что там было что-нибудь то другое. Это было мое. Поэтому с женой мы решили обратно вернуться в Москву. То есть ты прямо осознанно выбрал нашу страну как место для проживания. Абсолютно, да. И когда ты пожалел об этом? Никогда. Пока нет. Слушай, ну здорово. Хотя ты знаешь, ну вот мне кажется, вот сколько с поварами не говоришь, но мне кажется, особенно в твоей профессии, да, ведь очень важно наличие продукта, да, из которого ты готовишь. Но сложности есть, конечно, вообще, это не все так просто. Ну, не Италия, и не Франция, и нету действительно продуктов-то, мне кажется. И порой мне даже жалко, что такие мастера, там, как ты в том числе, да, как там вот кулинарии, ну нет в Москве ни свежей рыбы нормальной, да, там. Ну, там, ну, условно говоря, если она есть, то это космические деньги. Ну, понятно, да. Но на самом деле, да, не так просто. Сложные, ну, можно найти сегодняшний день много продуктов, я не говорю все, но много можно найти, да. Ну, наоборот, я считаю, которые это ваши... Отвоют творческий менталитет ваши боли, трудности, и можно сделать еще больше. Потому что, когда все есть, это все очень просто. А когда ничего нет, надо думать намного больше, понимаете. Поэтому есть такой адреналина, которая начинает появиться, и, в принципе, получается ваше... Ну, не говорю, неплохо, но... Я понял тебя. Как можно. Слушай, ну, вот бытует мнение, когда говорят особенно про иностранных шеф-поваров, работающих у нас, да, что, ну, просто предлагают денег очень много, что действительно предлагают столько денег, что сколько ты бы, например, не заработал ни в Англии, ни во Франции, ни в Италии, здесь в Москве, да, учитывая, что рестораны открываются вот так, да, там, а, давай вот сейчас тут устроим, да, семь шеф-поваров наймем, да, из разных стран. Деньги нефтяные, все равно их не жалко. Понятно, которые заработали немало шеф-поварами, да, конкретно ваши, это на профессии, которые, когда какой определенный уровень есть, тоже есть какой определенный вашей зарплаты, это понятно, вот. Потому что ты не только шеф-повар, ты лицо тоже, ты много еще, просто, кроме кухни. Ну, и правда, которая много решается здесь, состоит просто потому, что есть какая экономически удобная ситуация. На самом деле, это не деньги, которые меня держат здесь, потому что уже у меня семья, и плюс потому, что реально, конкретно, еще раз говорю, мне нравится, мне нравится, правда, русский народ, вообще, мне нравится прямо жить с этими людьми. Для меня это, для меня это дома, реально это дома. Не важно вообще, сколько денег я получу в месяц, ну, понятно, который породил, вообще могу сказать, да, ладно, потому что ты, наверное, заработаешь хорошо, но на самом деле это не так, говорите мне, у меня деньги остаются всегда на второе место, не на первое место, у меня первое, важное, другое. Я понял тебя, Вильям, ну, я даже не столько, может быть, не только и не столько спрашивал про тебя, сколько вообще, вот, ты работал в разных странах, вот. Вот, ну, как на твой взгляд, действительно, ну, есть такая тенденция, да, что в Москву приезжают, там, может быть, не самые талантливые повара, именно на заработки, да, зарабатывают много и платят много. Но это везде, не только здесь, давайте, потому что хороший повар, всегда платят хорошо везде, не только, не только Москва. И тоже вообще Англия, Франция, вообще Россия, может быть, чуть-чуть меньше деньги, но все равно, какой определенный уровень стоит достаточно приличные деньги, вот. Ну, факт это факт, да, много решается, а это пути, потому что вообще есть больше, не говорю выбор, но более экономический эффект. Котята вообще раньше все очень были бояться, приходи сюда. Ну, жалко немножко, честно говоря, потому что, я считаю, не должно быть такое решение, просто за деньги вообще работаю, потому что, в конце концов, мы не мерсенер, мы поварами, правильно? Ну, я понял тебя. Каждый свободный решит, как считается, лучшая его жизнь. Окей, ты работал в разных проектах, и там в начале 2000-х тебя судьба сводит с Аркадием Анатольевичем, да? Да. И ты работаешь с Новиковым в... Ресторан Пирамида. В ресторане Пирамида. На Тверской, да. На Пушкинской площади. Потом ты участвуешь в открытии галереи. Ну, а после этого был вообще ресторант Гран-Дупера на Петровке. И после ресторанта Гран-Дупера галерея. Ага. А как ты к Новику попал? Он тебя уже там где-то нашел, да? Нет, я просто совершенно был вообще без работы, когда вращался обратно, да, искал работу. Понятно, я уже был знаком с Новиков, да, вот. Подошел к нему, просил. Он изначально мне сказал, у меня места нет. Нет, ждал немножко, 3-4 месяца типа такой, потом мне звонил, сказал, стиль Аркадий, как обычно, говорю, если ты знаешь кто-нибудь, мне нужно такой повар, а такое место. Ну, понятно, мы пошли вместе, посмотрели, я согласовался, и там, начали меня сотрудничать с Новикой. Угу. Но, тем не менее, так-то от Новикова ты перекочевал в Гинзу через какое-то время? Ну, после Новиков я с Буковкуса был. Ага. Слушай-ка, а все-таки с Новиком почему как-то не это, не срослось-то, и почему в такой большой империи, или Аркадий был недоволен твоей работой? Нет, абсолютно не так. Аркадий, наоборот, не хотел, который я уходил из компании, он пытался вообще держаться меня по всей возможности, которая его убила. Вот, ну, это была совсем другая ситуация, у меня было совсем другое желание, хотел растить больше, вот, поэтому решил попробовать без Аркадия. Угу. Только за это. Ну, я могу сказать только хорошее слово от Аркадия на самом деле. Я был очень довольный, вообще на самом деле меня ни то не гонял, а это работа. До сих пор иногда спрашивают, почему ты ушел? Ну, вот так, просто каждый человек хочет растить, вот и все, поэтому в основном такие решения. Ну, Азбука Вкуса как-то не очень понятный шаг, честно говоря. Потому что я хотел попробовать что-нибудь другое, абсолютно. Не ресторан? Не ресторан. Ага. Хотел взять паузу по ресторанту, я был немножко устал, и решил взять на какой, скажем так, совсем другой сфера по еде. И хороший опыт тоже, мне очень понравится, я до сих пор благодарю тоже Азбука Вкуса за такую возможность, которую мне давал, потому что руководить такой проект, как Азбука Вкуса, это очень, очень интересно. Ну, ты руководил, ну, собственным, да, собственным производством, я думаю, да? Да, конечно, все производства, которые были там. По полуфабрикату, вот это все там, да, там, салатами. Меня давал тоже ваши, ну, всегда я любил большие производства, всегда понятно, как можно делать, допустим, грубо говоря, ну, кусок мяса делать то же самое миллион раз. И на самом деле я говорю, это опыт, который нужен каждым поварам, потому что первые такие опыты, это и гены, вообще, безопасности, и потом это вкус и рецепт. И дают огромные опыты, как руководить конкретно на кухне, на все деталики, вообще. — Я тебя понял. Ну, а когда начался твой деловой роман с Гинзой? — Наш роман начал вообще, они меня пригласили тоже, да, вот, подумал хорошо, два года прошли здесь, с Азбука Вкуса, скучался немножко по ресторану и решил вернуться обратно на ресторан-бизнес. И еще, ну, просто обычная такая ситуация. Подумал немножко, да, конечно, и она была недовольна, но все равно. — Почему? — Потому что, с Азбука Вкуса, скажем так, в восемь часов вечера уже я был домой. Ужин с жена и семья, вот, а вернуться обратно на ресторан-бизнес, это было, значит, вообще, опять начинает час ночью вернуться обратно, два часа ночью. Ну, на самом деле, если мы недовольны на работе вообще, мы не можем потом давать конкретно, что мы хотим. — Ага, ну, само собой. И ты стал курировать рестораны вот BlackBerry и Balcon, да? — Изначала, да, BlackBerry, и потом, когда открыл балкон, значит, с балкона, да. — Ага. Как возникла затея ресторана Williams, и как он вообще получил твое имя? — Это, это было, честно говоря, это был Гинза, меня пригласил, вообще, белый ресторан с мое имя. Изначала вообще я взял большую паузу, подумал. — А что ты думал-то, нифига себе? Каждый день что-то предлагают тебе такое. — Не, радость большая, но все равно я всегда человек пытаю ставить ноги над землой, и пытаю понять вообще все ситуации на все стороны, на 360 градусов. Согласился потом, вот, и начал такая, такая пути. — А в чем ты сомневался, мне интересно? — Ну, потому что я всегда такой человек, вообще, такой, немножко, немножко закрыт, постоянно пытаю думать о других людях, не сами собой, вот. Поэтому подумать просто. Тестенялся, может быть, можно сказать, вообще. Я до сих пор, вообще, такой, такой человек. Очень много раз пытаю не попасть на телевидение, не давать интервью на журнал. Я более такой домашний, не совсем хочется быть такой публичным. — Почему? — Ну, потому что у меня важно это совсем другие. У меня более важно это семья, и важно это когда моя работа, вот. Я не кайфую, честно говоря, когда я вижу моя фотография вообще на какой журнал, либо если я вижу меня на телевидении, у меня дело не жарко, не холодно, честно говоря. Наоборот, даже иногда, когда я, из какой программы телевидении, я сам не могу смотреть, сам собой, на телевидении вообще. — Хорошо, давай, прервемся на паузу, послушаем новости, может, про тебя что расскажут. Да, Левицкий Дмитрий, программа «Рестораторы», Вильям Ламберти в гостях у меня сегодня. Домашний шеф-повар проектов «Вильямс», само собой, «Блэкбери Балкон» в очередной раз. Доброе утро, Вильям. — Доброе утро. — Да, что-то наши продюсеры сегодня забывают, не напоминают, чтобы я назвал номер телефона в эфире. Обычно они не напоминают, а такие уже предновогодние сидят, там уже такие, а я опять забыл, между прочим. Да, вот, спасибо, что напомнили. Итак, телефон 495, код нашего города 651099,6. Пожалуйста, звоните, если есть что сказать. Сайт «Финам.ФМ», форум нашей программы. Сюда можно писать вопрос, либо смс на номер 5533, начиная с буквы «Я», дальше пробелы, ваше сообщение. Пожалуйста, можете тоже, да, к этому делу, к нашему разговору подключаться. Если есть вопросы к Вильяму, ну, или ко мне, или в целом, что сказать по поводу, да, проектов, в которых Вильям участвует, пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Итак, Вильям, мы закончили с разговора о том, что ты говоришь, что ты человек не публичный, тебе это все не надо, да, особо ты светиться там не любишь, но все-таки ресторан имени тебя, это была, в общем, не твоя задумка, да, делать ресторан имени тебя, это тебе предложили назвать. Да, совершенно верно. Ну, наверное, все-таки это как-то греет душу-то, нет? Ну, конечно, душу греет, ваше я горжу за этот проект. Мне очень нравится, и, дай бог, будет еще одно проект такой. На самом деле я очень доволен, конечно, я очень доволен за такой проект. Слушай-ка, ну, вот тем, кто-нибудь не побывал еще в этом, ну, в твоем заведении, хочу сказать, что сердце ресторана – это такая большая открытая кухня, да, которая, причем, не просто технологическая там кухня, как мы часто видим, она еще и имеет очень большую эстетическую ценность, не знаю, там, из чего она сделана-то, это что за материал-то? Это просто такая кухня сделали в Франции, вообще, сделали, они делают только под заказ вот эти кухни, сделали специально для меня вот этот кусок, который там стоит в ресторан, и, понятно, она стоит такой приличные деньги, и это вообще мечта каждого шипова готовить на такие кухни вообще. Ну, она при всей своей красоте, она функциональную эту функцию свою выполняет, действительно. Да, да, абсолютно, да, абсолютно, это чистый металл, представляете, у нас есть вообще два тонна чистый металл, там, в середине, плюс еще тонны наверху. А, да, огромная эта вытяжка, да, все эти истории. Три тонна удовольствия ваше, где мы можем готовить. Да, 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 ну, я не знаю, там, Вильям там в эфире не называет цифру стоимости этой кухни, мне он там по секрету ее шепнул, но это, конечно, скажу я вам, конечно, удовольствие действительно недешевое. Недешевое, да. Это, мягко говоря, недешевое, да, и надо действительно, ну, честь и хвала твоим инвесторам, которые готовы были, да, действительно. Ну, я благодарю опять инвесторам, которые согласовали ваше на эту кухню, которые, они сейчас не сожалеют ваше. Ну, да, да, потому что я такого, честно говоря, в Москве-то и не припомню, может, они есть где-то что-то такое. Есть несколько штуков, и такая кухня, но такой ваше прямо блок, который на самом деле тоже это не так большой, и мы первые, которые начали использовать вот так прямо открыт. Ну, кухня открыт много, но такая кухня вообще, мы первые, так я помню, не знаю, есть ли есть другие тоже, которые начали. Сколько лет проектус, когда Вильямс открылся? Полтора года назад. Полтора года назад. И даже еще не два года у нас есть. Ну, я так понимаю, что, судя по наполняемости, я там, как ни прихожу, все время народу много, тьфу-тьфу-тьфу, все с этим проектом. Ту-ту-ту, да. Мы немножко переживали, особенно я. После первых годов, потому что сейчас, ваше, каждый год еще сложный-сложный ресторан-бизнес, да, требуется более профессиональности. Но у нас, слава богу, все идет пока то же самое, как в Меокриле. Когда в Меокриле вообще у нас был полный ресторан, и до сих пор, слава богу, так и есть. Утром до вечером, да. Ну, слава богу, слава богу, коль так, ну, то есть все, что внутри ресторана, это ты делал или это какой-то совместный труд? Я концепт подумал, да. Потом все интерьеры, ваше, это был, Гинзу помогал на это, конечно, и они все придумали атмосферу, ваше, все концепты, я имею в виду по украшению и так далее. На самом деле, ваше, открытая кухня, это было мое желание, я котел, которая была, какая большая кухня, не совсем ресторан. Вот, вместе мы комбинировали, ваше, вот эти два желания, вот. Угу, я понял тебя. Скажи мне, пожалуйста, вот, честно сказать, мое отношение к открытым кухням, вот, неоднозначное в целом, если говорить, да. Я думаю, ты, не раз, приходя там в другие рестораны, где кухня открытая, глядя на это, думаешь, там, лучше бы не открывали они эту кухню, потому что показывать там нечего, да, ведь это же совсем другой подход. Одно дело, когда поваров там всю жизнь учат, что они вкусно готовят, но при этом, как они, насколько они красиво работают, ну, не так важно, да. Как только ты ставишь в своем ресторане кухню не просто открытую, а ты делаешь ее прямо основой, да, она у тебя прямо в центре, большая, красивая, ее видно со всех сторон, тут у тебя сразу повар превращается уже не только в человека, который готовит еду, но который еще, да, является частью, как, ну, ресторан, да. Артист, артист на сцене, да, на него все смотрят при этом, я не знаю, насколько это вот сложно. Изначально, честно говоря, это очень сложно на самом деле, изначально, честно говоря, я ненавидел просто открытые куки, потому что для меня это было очень сложно, работая напротив гостей, потому что требуется очень много вещей, которые, понятно, если ты будешь трогать вот это, может кто не нравится, который ты трогаешь, да, 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 да. Потом ты начинаешь привыкли вообще на эту ситуацию, и все дает абсолютно нормально. Ну, есть другой механизм, который я понял, да, который на самом деле, когда гость увидит начало до конца процесса прямо на глаза, они тебе доверят на много больше. Если ты вообще реально умеешь работать чистее, нормальное, конкретно, это вообще доверенный бизнес-карт, скажем так, потому что ты на самом деле покажешь, как есть, как есть рабочая кухня, поэтому никакие секреты, ты готовь прямо на их глаза. И наоборот, у нас есть много гостей, которые иногда приходят, они сами хотят готовить их блюдо, да, да, да. И это очень смешно, но очень-очень приятно, да. Спагетти, ризотто, мясо, они приходят и начинают обжаривать с нами ваше кусок мяса. То есть это возможно сделать? Возможно, конечно, возможно. А ты сам стоишь у плиты вот такие в обычные дни? Стою, стою. Понятно, которые ваше у меня тоже другие приоритеты, есть, иногда не успеваю постоянно быть на плиту, но я стараюсь максимально быть на плиту, да. Ага. В этом случае блюдо получается другого качества? Абсолютно нет. Абсолютно не согласен, потому что я по-любому, я бываю каждый день везде, и поварами, которые работают на меня, и шефа, я доверяю полностью, 100%, потому что они давно работают со мной, и мы делаем большую тренировку, и большую работу в месте, которая сегодня должна быть одинаковая. На самом деле это большая проблема. Вы знаете, поварами, которые не доверяют их поварами. Это большая ошибка. Может быть, не получается 100%, как мы хотим, но надо доверять по-любому, потому что если человек чувствует, когда чувствует это недоверение, это уже начало некачества. 100%. Я тебя понял. Вот здесь Валерий заодно задает нам вопрос, как раз в тему. Скажите, а как вы отбор поваров проводите, спрашивает Валерий, не знаю, повар, наверное. Делаете ли вы это сами лично, либо это там уже тоже кому-то поручаете, отбор поваров, и насколько сложно к вам устроиться на работу поваром? Есть какой принцип, честно говоря, который я смотрю. Надо смотреть конкретно, какая позиция. Если позиция такая не очень важная, скажем так, обычный повар, но понятно, я первый пытаюсь понять, какой опыт человек был. У меня на самом деле не важно понять, сколько времени работы на каждое место. Если я вижу, который человек 2 месяца на 1 ресторан, 3 месяца на другой ресторан и так далее, уже начинает быть не очень интересно. Я понимаю, который человек просто хочет быстро растить, и есть какие-то дырки на их профессиональные чемоданы. Но если я вижу, который человек работает год туда, 2 года туда, уже я доверяю немножко побольше. Ну а ты сам действительно смотришь всех поваров? Мы все смотрим, все смотрим. Конечно, все смотрим. Без тебя не могут взять там на холодный цех? Нет, я не разрешаю. Без тебя никому, без моего разрешения. Вот. Говорят, доверять, доверять. Вот тебе и говоришь, доверять. Нет, потому что... Как честно, получается? Нет, доверяю, конечно. А как ваше? Ну, потому что это очень важно понять, кем будет работа. На самом деле, сделать рабочий контракт, это то же самое, как жениться ваше, а потом это очень сложно расстаться. Это очень важно. Скажи мне, ну а бегут от тебя люди или наоборот? Бегут, конечно. Бегут от тебя? Как везде. Почему? Ну, иногда потому что тяжело, иногда потому что после какой-то определенной времени, потому что они работают со мной, предлагают больше деньги. Все ситуации бывают, но это обычно, как везде. Но я могу тебе сказать, которое все равно 70% персонал, который работает со мной, уже работал как минимум 5-7 лет уже. Я пытаюсь максимально держать ребят на все стороны. Допустим, человек, который работает со мной, уже 5 лет работает со мной. Поэтому это уже даже не человек, который работает со мной, это уже кусок семья вообще. Понятно. А у тебя повара участвуют в разработке новых меню? Или все-таки твой креатив? Я претендую, которые ребята ваши, меня дают какое-то новое блюдо. Блюда, которые из Вильям, на все ресторанты, это не только мои блюда, это итоги от работы, которые мы сделали вместе. Поэтому я каждый шеф, сушеф и повар, кто из желания, я принимаю достаточно хорошо. Понятно, который конец, потом я решаю, как должно быть. Но есть много блюда, которые это не мои блюда. Я горжу за это. Горжу, потому что значит, я передаю ребятам именно, что я хотим передавать. Потому что я считаю, в конце концов, один день они должны уходить от меня и должны делать их жизнь и к работе. Если я говорю, ребята, вы должны быть потом не как меня, а лучше. Всегда лучше. Поэтому это отношу очень хорошо. Я понял. Я понял тебя. Хорошо. Тогда дальше поехали. Поехали. Ты наполучал кучу разных премий и призов. Да. Да? Все верно. Расскажи, чем ты был награжден и за что? Я почти получил все, что есть. Честно говоря. Но это за Вильямса или это еще раньше ты получал призы за что-то? Не, не только за Вильямса. За Вильямса, да. За Вильяма очень много, но до Вильяма тоже. Еще хуже. Даже ваше было какое-то году, которое меня представили как человек года и так далее. Да? Ага. И что ты думаешь по этому поводу? Ну, я ваш... Ну, ты знаешь, я... Ты на стенку вешаешь свои призы? Если честно, если честно, говорят, изначально я не хочу обидеть никого, конечно, ваше, катили все... Оставив все туалеты, все эти награды, потому что отношу просто так, не совсем... Ну, ну, как сказать ваше... Я считаю, которые все эти награды всегда, это большая какая... Всегда можно договориться. Кто говорит нет, но на самом деле так и есть. Поэтому, ну да, мне давали премию какой, да, как лучше, не знаю, что да. И что? Моя жизнь, в конце концов, не изменяется и остается то же самое, как... ты можешь пойти и сказать, побывайте мне зарплату. Да ладно, какая зарплата ваше? Не, нет, я абсолютный человек, нормальный, обычный, не потому, что получить такие премии сейчас я положил какая-то урона ваше и начинаю сказать, вот, пожалуйста, я был лучше на это, был лучше на другой. Нет, для меня эти премии, это, честно говоря, это еще больше надо давать, потому что тебе давать надо держать такое качество, правильно, поэтому у меня, значит, еще больше работы, еще больше надо держать такой уровень, и иногда даже, честно говоря, тем больше пытаюсь отказаться от такие вещи, да, тем больше они меня ищут, это прямо по, как вы, Антону Майзу вообще немножко, но я, нет, я имею в виду, есть, хорошо, и что делать вообще, ну, есть и есть, ну, спасибо, меня давали, да, ну, то есть ты, якутия в ресторане не вешаешь на стену? Ну, они есть, мои партнеры, они не очень катили, они ругали, когда я поставил туалет, потому что на самом деле я поставил туалет, да, да, поставил, они ругали, потом взяли и стали ваше везде, хорошая, пардон, неплохая, нехорошая энергетика, надо стоять ваше, они говорят, ребята, я вообще не верю на эти вещи, вы, извините, я извиняю тоже, с кем мне отдавалось, и вот эти премии, не хочу обидеть никого, но, так и есть. Слушай-ка, ну, ты относишься к российским премиям, там, если тебя, не знаю, европейское оценит сообщество где-нибудь там, тебе уже будет, наверное, не все равно, да? Мне все равно, вообще, ну, понятно, ребята, давай ты говорим, как есть, если тебя говорят, сейчас мы после этого, сейчас просто пора выходить на новости, а как и есть, поговорим уже после новостей. Левицкий Дмитрий, Вильям Ламберты сегодня со мной в программе Рестораторы, завершающая часть нашего эфира, так, о чем говорили-то, мы с того же сбились в перерыве, вот перескочили с тема разговора, ну-ка, продюсеров проверим, слушают ли они наш эфир? Красавцы! Ну, говорили с тобой про премию, а я спрашивал, на самом деле, или если бы тебя оценило европейское сообщество, да, вот, что бы ты, ну, неужели не лукавишь, говорят, вот прям все равно там, да? Конечно, нет, конечно, это очень приятно, давайте, как нормально, это очень приятно, конечно, но не изменяется мое отношение с такой, даже если завтра, мне говорят, тебе дают, какой звезда, Мишлен, или типа такой, будет очень приятно, но я не изменяю мою точку зрения на эти вещи вообще. Люди, вон, за статью Мишлен, жизнь самоубийством заканчивают, там, как, честно, была какая-то история. Это не мое, не мое случай, не моя жизнь, я говорю, мои приоритеты совсем другие, не эти награды, но я знаю, которые, многие коллег ваши, они умирают просто, хотят увидеть их лицо на какие-то журналы, телевидение, пожалуйста, ради бога, это их пути, я немножко другой. Вы знаете, мой настоящий кайф, это видеть мои гости довольны, это мое реально настоящий кайф, когда каждый день живю с гостем, и общаюсь с гостем, и вижу, они довольны, это моя энергия, это мое реально, конкретно, бензинный, как я ставлю на машину, иди дальше и сделай что-нибудь более интересное. Ну, а не хотел бы, не знаю, как Гордон Рамзи, там, или Оливер ввести какую-нибудь там, матскую кухню, или какой-нибудь проект по телевизору, какой-нибудь кулинарный проект, не хочется? Своё кулинарное шоу? Слушай, если есть такое возможно, и меня будут предлагать, буду подумать, конечно, если это интересно и полезно, вообще, почему нет? Не хочу быть сейчас, да, такой, прямо какой урода, который говорил, нет-нет, понимаете? Ну, понятно. Если есть, это интересно, почему нет? Надо смотреть именно, какой будет, и что интересно. Я понял тебя. Хорошо, давай, вот последнюю часть программы нашей хотел посвятить разговору уже не столько о твоём конкретном проекте, сколько в целом о ресторанном рынке. Вот твой взгляд, как человек, во-первых, и поработавшего в разных странах, и пожившего в разных странах, ну, наверняка путешествую ещё много, да, вот как бы ты мог характеризовать ресторанный рынок в целом? Вот Илья как раз спрашивает именно так, да? Вильям, как вы оцените московский ресторанный рынок, насколько он интересен, и куда сами ходите? Спрашивает ещё наш Илья. Хороший вопрос, Илья. Ресторан-ринок сейчас, сейчас на данный момент есть всё, что угодно здесь, Москва, по стиле, по ресторану, по вкусу, но на самом деле это немножко одинаково везде. Все пытаются сделать меню, скажем так, ала московский, но пытаются немножко. Я думаю, которое надо вообще как ресторан, то мы, допустим, Вильям, мы конкретно взяли ответственности, допустим, сначала, когда мы сделали Вильям, я говорил, если мы хотим успех, она делает совсем всё наоборот, просто наоборот. Убираем все вот эти московские блюда, типа Сезара и так далее. И нам получилось. Вот. Но на самом деле я взял большую ответственность, потому что, если было неудачно, ай-яй-яй, перед моим инвестором. Не хватает, может быть, может быть, не хватает более оригинальности на меню, может быть, не хватает именно какой определенный стиль, именно какой определенной политики. Все переживают, которые на это дело. Да, гости довольны, но какие классические блюда, которые должны быть одинаковы везде. Но я не согласен, потому что, допустим, у меня Бурат нет, у меня Сезар нет на ресторанте. И всё равно люди приходят. И сейчас они, когда я изменяю меню, новое меню, они приходят именно потому, что посмотрю, что новое есть. Потом каждый шипов, конечно, он должен добавить, что своё, душа, любовь и так далее. Потому что, если мы, как говорю всегда, мы кормим людей с душой. Однозначно вообще. Потому что мы любим наши работы. Я понял тебя. Ну, вот если опять-таки про московский ресторан, ресторанный рынок говорить, сам куда ходишь? Ты вот не ответил на вопрос. Ходишь к конкурентам? Я, честно говоря... Ну, не к конкурентам, а просто, да? Ходишь в какие-то рестораны? Я ухожу на разные ресторанты, немножко везде, вообще, по любопительству, потому что всегда надо смотреть, что есть конкретно. Редко получаю удовольствие, честно говоря, очень редко. Особенно я, потому что, понятно, меня... Ну, жена намного больше, Когда читаешь какую-то, ты говоришь, давайте пойдём там, посмотрим там. Но я уже знаю, когда я не покупаю продукты, я уже знаю, потому что здесь рынок одинаковый для всех, поэтому у меня это, скажем так, ничего такого. А жена у тебя не из ресторанного бизнеса? Нет, абсолютно не ресторанного бизнеса. Поэтому для его, это вообще прямо всё такое, как новое Эльдорадо вообще, когда мы идём на какой ресторан. Для меня чуть-чуть поменьше. Поэтому отвечаю, говорю, я иду немножко везде, вообще, конкретно, по разным стилям, по разной кухне, потому что мне интересуется всё, что есть конкретно, от фастфуда до самый топовый, там самый топовый ресторан. Вот. Где мне нравится, где мне не нравится, где меньше нравится, где я вообще получу очень хорошее удовольствие. Ну, какие тебе проекты, не знаю, за последний год, там, не знаю, полтора, два, какие открытия, какие, может быть, новые заведения тебе запомнились, именно, которые не подают цезарь суши с лососем. А здесь маловато, кто тебе не даёт такие блюда, честно говоря. Маловато. Тем более, которые для нас, ваше внутреннее, у нас есть какое очень специфическое питание дома, поэтому в последнее время даже ваше редко бываем такие обиды. Вот. Это нам дают прямо немножко, хотим, но не всегда получается. вот. А, я понял. Хорошо. Ильдар спрашивает, основа вашего ресторана кухня. Как вы относитесь к местным ресторанным критикам? Есть ли они вообще, как они к вам относятся, ругают или хвалят? Ну, судя по количеству премий, которые ты получал, видимо, в основном хвалят? Или есть те, которые пишут разгромные о тебе публикации? По ресторан критикам, я говорю, которые, честно говоря, это уже пора сломать такая мафия, которая есть внутри этой ресторан критикам. Потому что на самом неделе они пытаются сделать хорошую, плохую погоду, но они делают всегда хорошую погоду и плохую погоду всегда одинаковые люди. Вот. Я одну из этих, которые пытаются сделать постоянно плохую погоду на самом неделе, да, сейчас не хочу сказать конкретно именно какие журналисты, но, пожалуйста, ради бога, это их пути. Но я считаю, которые уже ресторан критик должны быть более профессиональные люди, которые умеют конкретно ценить вообще все, что есть на тарелках, без никакой ваш сентимент, потому что ты любишь, а ты не любишь этого человека. Реально конкретно оцени, как есть, более рациональный. А здесь, к сожалению, так не бывает. Ну, то есть ты на них внимания особо не обращаешь? Нет, абсолютно. Я понял тебя. Жанна спрашивает, вот ты упомянул про звезду Мишлена, которую тебе дадут когда-нибудь. А почему, на твой взгляд, в России нет мишленовских ресторанов в принципе? Почему в России Мишлена нет как такового? Нет. Первый, я отвечаю на вопрос, даже если, может быть, неправильно. А здесь надо? Вообще, конкретно? Это первый вопрос. Но на самом деле, я думаю, которые мишленские структуры, они начали, где сгладывают вашу территорию российский, я думаю, которые рано или поздно на полюбому будет здесь. То же самое, да. Ну, это просто вопрос времени конкретно. И уровень ресторантов, в конце концов, сейчас не так много, я имею в виду, которые могут назвать такие награды ваши. Нужно еще чуть-чуть побольше. Вот, а я верну тебе твой же вопрос. А надо здесь мишленовские рестораны? Я считаю, нужны все. Абсолютно нужны все. Даже не смотри, потому что я более люблю домашнюю кухню, но я считаю, нужны ваши стил кухни обязательно, потому что, допустим, я не люблю особенно ваши молекулярные кухни, да, но я считаю, которые надо абсолютно, надо такие гении. Скажем, здесь есть повара Здесь как Анатолий Кома, Адриан Кэтлас, которые они ваши гуру по поводу вот эти. Даже если ваши особенно не люблю, но это надо. Я считаю, это надо, потому что если не будет такой пути, не будет, нет нового кислорода вашего на нашей профессии, не будет какой-то новой пути, не будет какие-то новые точки зрения на наши работы. И тоже на публику, конечно. Я тебя понял. Ну вот мы с вами в перерыве, пока были новости, говорили о том, что в сравнении с той же Европой цена похода в ресторан в Москве гораздо выше. Это дорого, это дорого, да, это дорого, потому что на самом деле все продукты, они сами собой очень дорого. Мы покупаем очень много продуктов за границу, да, и они стоят ваши реально, конкретно большие деньги. Но тенденция сейчас, европейские, это вообще уменьшает цена. Допустим, я говорил, есть такой Давид Ольдани на круг Милана, да, одна звезда Мишлен, которая тоже работает, как же знаком. И он делает, допустим, обеды за 35-36 евро. Одна звезда Мишлен, понимаешь? Сейчас есть такая тенденция сделать не супер дорогие ресторанты, а наоборот, более демократические. Ну, я остаюсь согласен, но в Москве, как обычно, тут целый ворох проблем. Мы не раз уже это обсуждали. С одной стороны, дорогие продукты, с другой стороны, бешеная аренда, которые там, да, стоимость аренды помещений, которые несравнимы тоже с ведущими городами. Очень высокий уровень зарплат сотрудников, которые тоже с Европой несравнимы. Все это в итоге выливается, что то, что в Европе ты получаешь там за 30 евро, здесь ты действительно получаешь за 70, да. И не только от талчности рестораторов, которые там делают бешеные накрутки, а действительно зачастую те самые там и постоянные переменные, и сдержки бизнеса, они в Москве гораздо выше. И все это, конечно, на стоимость влияет, безусловно. Антон спрашивает. Ваш ресторан находится в самом центре города. Интересно было бы вам открыться в районе Марьино, к примеру. Знаешь, что такое Марьино? Нет, не знаю. Ну, это спальный район там, да, он находится за пределами. Я отношусь очень хорошо на все спальные районы. Ну, понятно, что ваше было такую возможность, окрывает ваше. Но я на самом деле, ваше человеке, который думаю, который, в моем объекте должна быть location, должна быть destination. Поэтому пусть будет даже ваш спальный район, пожалуйста, ради бога. — Хорошо. Спасибо большое, Вильям. Время наше истекает. Спасибо, что пришел. Спасибо за отличный завтрак, который мы сегодня съели. Желаю тебе успехов, удачи в новом году во всех проектах. С удовольствием вхожу и буду ходить в твой ресторан. Ну, и там в новые рестораны, которые ты открываешь. Ну, а мне напоследок стоит сделать анонс, наверное, да, наши продюсеры сейчас смотрят на меня лукаво, что в следующий вторник меня в студии не будет, но будет итоговая программа, да, в которой мы подведем итоги года и все дела, и все будет хорошо. Так что я вам в прямом эфире желаю уже с Новым годом, а в следующий вторник пожелаю в записи. Да, все, всем пока. Левицкий Дмитрий, рестораторы, счастливо.